друзья всем привет с вами никита делай и сегодня я хочу представить вашему вниманию пак техники от которой у всех любителей джон диров случится фермерский оргазм этот пак включает себя огромнейшее количество техники джон дир различные трактора комбайны сейлки и всякое прочее его для меня собрал наш самый злой модератор алексей шкляев за что ему огромнейшее спасибо и в общем то давайте посмотрим что же в него положили начнем мы друзья с маленького тракторишки джон дир 6r находится в категории малые трактора имеет мощность 105 лошадок и довольно специфические передние колесики соответственно что в нем можно сделать можно поменять конфигурацию и добавить противовес разных вариантов причем тут как в килограммах так и американские они типа футовые в общем-то заказ под европу под америку можно поставить переднюю навеску можно ничего не ставить есть также выбор колес но не знаю интересно это кому-то или нет можно его нормальным сделать передние колеса тоже имеют некоторые различные варианты по дизайну можно тоже потыкать тут разные приблуды gps всякие бочечки там в кабине тоже что-то меняется в общем-то до хрена всего также изменяется количество проблесковых маячков сверху как варианты хотите вообще ставьте в общем то как хотите комплекте есть дохрена двигатели начиная от 105 до 130 лошадей на ваш вкус и цвет можно цепануть крепление для фронтального погрузчика причем их тоже тут два можно поставить брызговики правда вряд ли они будут сильно спасать вас в поле хотя и хз и что-то в нем даже можно красить но если честно я не нашел что хоть убейте но я не увидел что здесь красится ну и да бог с ним далее друзья мы переходим в категорию средние трактора и тут уже нам представлено два мода первый это версия 6 м тоже в ней дохрена всего меняется настраивайте на свой вкус как хотите есть несколько двигателей тоже есть чипованный движок на 175 лошадок прикольно разумеется крепление фронтального погрузчика и выбор задних колес на самом деле и не только задних в общем-то большой выбор здесь колесиков выглядит довольно таки специфически как по мне так вполне прикольным и второй мод это john deere 6r он встроен в игру этот трактор но в модовые имеет очень большое количество настроек с ним можно творить вообще всякую вакханалию вплоть до того что его можно даже красить не во все цвета радуги конечно но черный джонни по моим вполне прикольно а вот друзья больших тракторов сюда уже завезли намного больше некоторые из них повторяются потому что есть американские версии европейские бразильские и так далее у каждого трактора вот до хрена конфигурации разных можно ставить различные двигатели гусеничные колеса или гусеничные колеса короче двойные колеса гусеницы сломающимися рамами просто гусеничный трактор здесь всего до хрена на примере одного из них просто покажу насколько большой тюнинг и по гусянкам различная ширина и расположение можно поставить различное но разумеется и движку можно прокачать вон 770 лошадей вполне норм будет совсем справляться ну конечно в копейку станет но за удовольствие надо платить в общем-то друзья тракторов тут реально хватает также есть друзья несколько уборочных комбайнов куда же без них то принципе например с 790 уже есть встроена в игру но его здесь можно немножко так модифицировать как немножко намного больше чем стандартный например подредактировать размер бункера причем вариантов прям очень до хренище 23 косаря неплохо да таблички с номерами кстати на фермах действительно так делаю чтобы их не путать у кого много одинаковых различные спецификации как принято на разных фермах австралия америка южная америка в общем-то все очень круто различные крепления все есть но разумеется с 690 тоже эта модификация одна из этих всех модификаций есть в игре 650 помоли 680 не помню но в общем то здесь тоже можно много чего редактировать и короче фанатам понравится также к этим комбайном сюда добавили две жатки они увы продублированы все точнее про четвери рована я не знаю как про квадрированы боже как правильно короче они здесь отображаются по четыре раза потому что каждая из них сделана для каждого из комбайнов даже по пять раз не знаю почему но все жатки по сути дела одинаковые между собой когда вы ее покупаете у них разный цвет стоит основной но вы можете его сделать абсолютно любым каким захотите они в общем-то красятся одна из них имеет длину точнее ширину 16 половиной метров 55 футов 2 60 футов на наши привычные размеры это 18 метров 18 метров жатка по-моему вполне себе нужная в хозяйстве вещь также здесь есть жатка для кукурузы принципе она одна и та же по сути дела имеет они одинаковую ширину тоже дохренища различных настроечек тюнячик и фанаты обрадуются я прям уверен смотрите сколько настроек на грёбаные жатки 2 такая же фигня абсолютно да на стандартной 9 метров 9 и 1 метра остальные там по 9 ну ладно просто те кто хочет по фэн-шую но им в общем то понадобится также друзья сюда завезли два силосоуборочных комбайна 8000 и 9000 в различных модификациях американская и не американская нормальная то есть принципе тут тоже самое все как обычно очень дохрена различных настроечек различная ширина шнека в общем то ну все настраивается можно движку помощнее пихнуть хотя не знаю зачем она на силосники помощнее но может быть кто-то любит размер побольше далее друзья пройдемся по навесному оборудованию точнее по прицепному скорее для тракторов которые у нас тут есть в паке есть вот такой замечательный плуг по сути дела это дисковая барана выглядит по крайней мере она именно так но в игре она имеет функцию плугой может пахать поля и скорее всего даже может их создавать тоже есть различные конфигурации ширина 15 метров ну правда требует 400 лошадок но я вам недавно там показывал где взять 400 лошадок джон диро а также вот такой вот типа культиватор но он выполняет функцию плуга 20-метровая такая хреновина тоже 400 лошадок требует но едет падла быстро кстати 18 километров в час пахать будет за пять минут тут все перепашите на хрен такой штукой ну да может немножко нереалистично но а почему бы и нет хотя на самом деле стоят такие штуки что они может быть даже и пашут может быть даже это и плуг крен его знает я не фермер я не шарю также завезли сюда пяток сейлок начнем пожалуй с маленькой если кто-то любит маленькие сейлки то вот такая вот старенькая 6-метровая в принципе выручит если где-то на каких-то маленьких полях вы будете работать меняются на ней колесики на ваш вкус и цвет ну ладно просто вкус стоит мало на начальных этапах мне кажется выручит всех но те кто любят побольше могут воспользоваться вот такой вот 13 с половиной метровой хреновиной к ней нужно будет подцепить обязательно бункер мы к нему попозже перейдем особых настроек нету но и и на хрена не нужны на самом деле а для тех кому 13 с половиной метров кажется мало есть 22 с половиной метровая сейлка ее точно должно хватить на любые ваши капризы вообще звериная просто хреновина на самом деле всего 150 тысяч стоит кстати эти сейлки в двух конфигурациях насколько я понимаю куда ставить бункер назад или вперед и соответственно есть к ней эти самые бункеры куда заливаются семена удобрения есть поменьше вариантик и есть побольше вариантик на 20 кубов мне кажется на корнбелте этой техникой сама то пользоваться до американцы любят все большое ну что поделать для посева кукурузы подсолнечника свеклы и прочего такого есть вот такая замечательная сажалка 27 метров у нее ширина представляете сколько кукурузы можно ей посеять стоит она правда 320 косарей но друзья если вам этого мало то в этом же самом паке вы найдете хреновину шириной 36 метров а если вы патриот америки вы сможете даже повесить флаги но правда с таким размером никто их не увидит а также вы можете повесить флаги канады но что это за страна такая а еще друзья вы на эту хреновину сможете сзади даже гусенички поставить сейлка с гусеничками точнее сажалка то тоже маленькие сажалки тут тоже есть есть db60 с кучей настроек 18 метровая ну не то чтобы она прям совсем маленькой просто по сравнению с теми такая совсем крохотная или же для начала тем кому надо попроще есть на семь с половиной метров тоже прекрасная сажалочка не стоит друзья также забывать про хреновину которая будет разбрызгивать вам удобрение и известь 32 гребаных метра у нее ширина работы бункер на 15 или 18 тысяч короче сможете все ей вообще обсыпать на этой карте на этой на любой карте все у вас будет вызвести акции тоже присутствует в двух вариантах типа под америку типа под европу разного цвета но по сути дела они одинаковые также здесь есть вот такая вот самоходная хреновина для опрыскивания она модульная соответственно к ней идет модульный разбрасыватель удобрений которые мы уже видели в разделе удобрения соответственно можете поставить такую вот хреновину на эту самоходную фигню и разбрасывать с нее удобрение или известь или же поставить вот такую вот туда хреновину и распрыскивать если вы любители жиденького с разбросом 36 и 6 метров нормально будет не знаю зачем но в этот пак добавлена маленькая такая вот косилочка для травки имеет ширину 4 6 метров но вообще у фанатов джундира должна быть косилочка джундир да да поэтому если хотите то вот в косилочках есть еще вот такая вот замечательная приблуда а если же скошенную вами травку вы захотите затюковать то в комплекте есть тюковщик который будет делать вам квадратные тюки и у вас будет хорошее настроение потому что тюки это круто все любят тюки в разделе поддоны кстати можно купить джундировскую фирменную бочку с солярочкой 500 литриков там ноли то можете технику заправлять с этой бочкой есть на поддоне и есть просто вариант носить ее чем хотите для перевозки зерна кстати есть тоже замечательная хреновина это вот такой вот прицепчик tx430 находится в категории прицепы с винтовым конвейером потому что он падла с перегрузчиком с винтовым конвейером со шнеком 65 кубов в него влазит тоже есть различные конфигурации маячки можно туда поставить всякие крепления колесики разные какие хотите можете сейлки заправлять этой хреновиной без проблем если сможете под нее те громадные сейлки завести конечно хотя там же специальная хреновина выезжает на этих бочках мы на грамм аж такое промышляли ну и в конце концов если у вас нету денег на все эти гигантские приблуды то можете взять себе такой вот аналог махиндры что-то типа карта я не знаю 22000 стоит которую сможете возить немножечко зерна немножечко чего-нибудь жиденького в одном пакета все идет вариант в общем-то для бомжей у которых нету денег на что-либо большое но очень хочется владеть джун дирам в общем-то друзья кому понравился этот пак ставим лосик ах да я ж не сказал где его взять разумеется ссылочка на него будет в описании еще раз благодарим за такую замечательную подборку нашего злого модера алексея он хоть и может вас забанить но видите какой он прекрасный полезные вещи делает для вас лентяев в общем-то кому понравился пак или этот обзор или вообще просто вы хотите поддержать канал то поставьте лосик подписывайтесь на канал если вы еще это не сделали у нас тут типа прохождения всякие интересные стримчанские проходятся и все такое там в общем-то в описании много ссылочек на всякие контактики дискорды там везде вступайте везде у нас прикольно и в общем-то всем друзья спасибо большое за внимание с вами был никита делай всем всего доброго пока пока